Стоп насилие. Республиканская профилактичная акция, накерованная на продухелении тяжких и особливо тяжких злочинствах в дочине недородных, кручила на протягу минулого тыдня по городах Беларуси. Об острой проблеме с участностью семейным насилием. Репортаж Катярын в страхе. Сколько раз синяки, вот так, от сих пор и до сих пор синяки были. А когда он бывает трезвый? Он же не бывает трезвый. Восемь часов магазин открывается, пошел под магазин и приходит готовый. Миновито так, еще год тому про свои проблемы у семьи расповядала новинам региона 80-годовая Мария Стопчук, якой регулярно погрожал унук-алкоголик. Тогда систематичные побои сняваги были для брызгой пенсионерки звычайной справой. Сегодня, дякуючи суместным намаганиям милиции и улады, семейный тиран осуджены за погрозу забойства. Было возбуждено уголовное дело по статье 186 в отношении его. Ну и буквально недавно его осудили мы в ЛТП и изолировали для прохождения медико-социальной реадаптации в условиях ЛТП. По крайней мере, в течение года бабушка может спокойно жить и не бояться, что внук придет в состояние алкогольного опьянения и начнет ее избивать. Сегодня тех, кто наумыслно терроризует своих близких в области, некольки сотни. У основным это мужчины процездольного взрослого, которые злоуживают с алкоголем. Только с початку 2014 года у лечебно-прационной профилактории накированы 48 же хоров Ленинского района Бреста. Один из таких – брастовчанин Павел. Употреблял раньше алкоголем, но на данный момент твердо намерен завязать. Мотивы у меня есть для этого. Первое, что семью не расстраивать прежде всего. А второе, что и до себя решили, что уже пора бы остепениться, пора бы как-то найти нормальную работу. Создать семью и жить нормальной, полноценной жизнью. На территории нашего района около полутора тысяч лиц, состоящих на учетах, злоупотребляющих спиртными напитками. И в отношении 250 уже есть основания для проведения первых наркологических экспертиз. Ну и в дальнейшем решение вопроса о изоляции их в лечебно-трудовой профилактории. Семейным агрессорам за наумысное причинение тяжких телесных пошкоджений у своим близким погрожает штраф до 30 базовых величин и позбавление воли термином от 5 до 15 годов. А сгодное нововведение му законодавстве, яке уступили усилу красавику гэтага года, хоть не таран, только заобразую дробное хулиганство, може позбавиться своего дома на 30 суток, навод, коли нерухомость належить яму. Але як показывает статистика, набрызши не колькой злочинства у сферы семейно-бытовых относин, не глядяши на уси намаганни правоохонных органов, усёж не сменшается. А специалисту шерговый раз нагадываюсь потенциальным ахвяром. Не у яким разе не мкнетеся схавать конфликт от чужих вачей, неоткладно звертайтесь по допомогу. Катерина Страха, Александр Севицкий, областные новины, Брест.